Виктор Иванович, скажите мне, пожалуйста, почему даже в траурный день, который был вчера, коммунисты отказались почтить память первого президента России вставанием? То есть прощение невозможно? Ну, вы знаете, я хочу сказать, что у нас твердое убеждение о Борисе Николаевиче. Борис Николаевич, несмотря на свою профессию строителя, никогда не строил. Он вечно спорил, он вечно разгонял, вечно разносил и вечно разрушал. Это было и при советской власти, это было и, как говорится, тогда, когда Советского Союза уже не стало. Вы знаете, очень сложно почтить память тогда, когда мы были инициаторами от решения президента о занимаемой должности, тогда, когда мы только в войне на Северном Кавказе потеряли более 100 тысяч человек, тогда, когда более 300 миллионов мы потеряли в межнациональных столкновениях после так называемых Беловежских соглашений. Вот почему-то ни у президента, ни у его сторонников не нашлось даже минуты на то, чтобы сказать, извините те погибшие в Белом доме, которые были расстреляны по команде Бориса Николаевича Ельцина. Как вот оправдаться перед тем мальчишкой, который погиб в 13, а другой в 17 лет? Как можно оправдаться и что можно сказать вот нашим вставанием почтить память этой матери, которая каждый день, по сути дела, приходит на могилу этих детей? Как можно почтить память, когда, ну, мягко говоря, в результате этой политики умерщвление населения в Российской Федерации началось? Поэтому, поэтому наша позиция такая. Боя Русь. Ну, я позволю возразить, я понимаю позицию Жириновского, ее никогда не растопить, хотя здесь, как говорится, от лукавого достаточно много. Спорили не коммунисты между собой в 93-м году, спорили те, кто власть устанавливал с Ельциным, а потом между собой стали делить эту власть. Но, как всегда, оказались ущербными и в проигрыше это люди, простые люди. Относительно свобода, мне кажется, мы все ошибаемся. Неужели Жириновский верит в истину того, что мы получили свободу? А я скажу, какую свободу мы получили. Свобода обманывать на выборах, свободу быть убитым, свободу быть ограбленным, свободу быть оскорбленным, униженным. И самое главное, свобода правильной криминальной власти. То есть, вот даже смотришь, ну, глаз завораживает кадр. Я скажу так вежливо, сейчас таких не много. Гений может быть и созидателем, гений может быть и отрицательным. Но ведь надо судить по последствиям относительно вот того. Этой пьесы и прочее. Но ведь это художественное произведение. А то, что я наблюдаю последние 20 лет, столько грязи вылили на советский период и столько исказили, что просто уже диву дается. Но вы абсолютно правы. Когда говорить об ответственности политика за те шаги, которые он принимает. Цель была, может быть, и благородна. Может быть. Но тогда, когда эта цель достигалась уничтожением фактически вымиранием миллионов людей, гражданской войной на Северном Кавказе, ведь при Ельцине фактически количество школьников сократилось на 5 миллионов. Тогда возникает главный вопрос. Вы правильно говорите об ответственности политикам? А имеет ли право эта цель на свое существование, если ее достижение, по сути дела, залито кровью? Вы посмотрите, кто был реформатором и кто клеймит сегодня Советский Союз и тот строй, который и были. 40 лет были у руководства партии и государства, по 30-40 лет Шеварнадзе, Яковлев, Ельцин, Горбачев. Теперь тогда, когда партия действительно перестала им быть нужна, ушли на обочину и стали клеймить то, что сами натворили. Вот это очень сложно во всем с вами согласиться. О том, что Ельцин извинился. Нет, он не извинился за те миллионы жертв, которые были принесены. Он извинился за то, что не получилось, за то, что не выполнил и прочее. Вот уж если действительно говорить о том обмане, который состоялся, давайте уж так. Нам говорили, мы привилегии уничтожим. После этих заявлений стали самые большие привилегии. Я лягу на рельсы, если народ обнищает. После этого, как говорится, народ нищал, никто на рельсы не лег. Нам говорили о том, что Ельцин по месяцу не появлялся в Кремле, работает с документами. На самом деле он просто работать не мог. Вот то, что происходит сегодня, да, в Советском Союзе много было плохого. И были недостатки. А сегодня самое страшное, что произошло, эти недостатки взяли, их удестерили и говорят, а теперь так жить можно. Если вы все, а это действительно так, все сохранили и удестерили, тогда зачем надо было ломать Советский Союз, если еще мы создали хуже общество, которое сегодня... Мы вам этот вопрос задаем. Вы же начали перестройку. Что, советские граждане вышли на улице в 85-м году? Даешь перестройку. КПСС не нужна. Мы сидели, молчали все. И тогда они пошли к криминалу. То есть вы, советская власть при Горбачеве, стали создавать криминальные структуры по всей стране. Владимир Вольфович. Вы создали криминальный государство. Владимир Вольфович. Потому что ваша милиция, прокуратура, КГБ не стали помогать новой экономике. Владимир Вольфович. Ваши дырозаводы не стали перестроиваться. Ну остановись, остановись. Ваши председательные колхозы не давали. Ну остановись, голубчик, ты же не в Думе. Вот проблема. Владимир Вольфович, речь идет о другом. Да, речь идет о другом. О том, что партия провозгласила курс на перестройку, а около Горбачева встали и образовали, как говорится, вот такой буфер. Те, которые действительно Советский Союз разрушили и подпустили под готовность. Ну кто виноват-то в этом? Это же ваша партия. Виноват. 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 Потому что Горбачеву долго держали. Вот. А кто виноват. Мы вы... Да, очень коротко. Мы вынуждены...